Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы решили не просто сделать обзор, сегодня мы сделаем сравнительный обзор двух почва-фрез, которые находятся приблизительно в одном классе. Это почва-фреза SWAN RT-175 и это почва-фреза DOBERKMED TMZ-190. У них размер отличается в ширине захвата в 15 см, но мы думаем, что исходя из номенклатуры тракторов, на которых эти почва-фрезы могут быть использованы, исходя из базовых редукторов и принципов работы, мы их можем отнести к одному классу. Обе почва-фрезы оборудованы центральными червячными редукторами. Боковые редуктора у обоих фрез с шестеренчатым приводом. Обе оборудованы зрительными окошками, которые позволяют отслеживать непосредственно наличие масла в системе редуктора. Обе почва-фрезы имеют крышки с амортизаторами. Обязательно обратите внимание на специальные выступы, которые фактически на 10 см выступают по краям от базовой ширины обработки, что нужно для того, чтобы более равномерно разглаживать почву и не допущение непосредственно образования боковых буртов. Если мы посмотрим на почву-фрезу SWAN AGRO, у нас здесь реализована очень похожая система, однако выступ у нас, вот он видите, гораздо уже, буквально несколько сантиметров. Здесь мы имеем необслуживаемый подшипниковый узел. В данном случае, если мы подойдем на DOBERKMED, здесь у нас обслуживаемый подшипниковый узел с возможностью смазки. Есть лыжи опорные как на DOBERKMED, такие же лыжи у нас есть опорные и на SWAN AGRO. Напоминаю, SWAN AGRO у нас это индийская почва-фреза, DOBERKMED бренд российский, собирается она на китайских заводах. Что касается статистики эксплуатации этих изделий, и DOBERKMED, и SWAN AGRO поставляются достаточно давно в Россию, есть хорошая статистика, и по одним и по другим замечаний нет. Не бывает, конечно, без поломок, но эти поломки в диапазоне статистической погрешности. Хочу обратить внимание на глубину обработки, которую может обеспечивать, например, SWAN AGRO, если мы не зацикливаемся с максимальным заглублением, а берем по нормативу. Вымеряем здесь у нас 15,5 сантиметров. Обращу внимание, что это только номинальное замерение, поскольку если мы опускаем фрезу в плавающее положение и переходим на сверхнизкие скоростя, в принципе, не составит проблем заглубить ее практически по самую раму. Замеряем теперь глубину максимальную обработку почвы фрезы DOBERKMED. Имеем все те же 15,5 сантиметров, почти 16. Важно обратить внимание, что, несмотря на похожесть конструкции, у нас есть два важных отличия. Первое отличие – это то, что диаметр вот этого вала на почво-фрезе DOBERKMED 77 миллиметров. Если мы посмотрим на диаметр вот вала на почво-фрезе SWAN AGRO, этот диаметр будет составлять 62 миллиметра. Далее, очень важный аспект относительно расстояния между фланцами и формой ножа, которые установлены на этом фланце. Если мы здесь замеряем, мы получаем расстояние 25,5 сантиметров в расстоянии между фланцами на SWAN AGRO. И мы замеряем DOBERKMED на DOBERKMED 19 сантиметров. 19 сантиметров – это против 25 значительное отличие. Это означает, что трактору будет легче двигаться с данной фрезой, меньше нагрузка на систему, меньше расход топлива. С другой стороны, на DOBERKMED у нас установлен S-образный нож. Вот он имеет пропорционально ровный изгиб на всей поверхности. И имеем 6 фланцев, 6 ножей на одном фланце. Мы имеем L-образный нож. Так само мы имеем 6 ножей на одном фланце. Но еще раз обращу внимание, расстояние между фланцами DOBERKMED на 25%, на 20, если быть более корректными, меньшее, чем у SWAN AGRO. Ну, похоже, все-таки индусы немножечко решили сэкономить на нас. Класс пальцев. Стандартный класс для МТЗ на почвофрезе SWAN AGRO. Аналогичный класс мы видим на DOBERKMED. Дополнительно есть стопоры. Ну, здесь более удобно наличие цепи, на которой фиксируется стопор. У обоих почвофрез есть опорная подставка. Вот так она выглядит аккуратненько на DOBERKMED. В принципе, не менее надежная подставка на SWAN AGRO, которая убирается во время работы. Что еще следует сказать? Форма рамки, не считаю, что она имеет принципиальные отличия. имеет трехугольную форму у SWAN AGRO, квадратную форму у почвофрезы DOBERKMED. Обратите внимание, она здесь просто квадратная. Что касается мощности редуктора, редуктор более крупной конструкции используется непосредственно на DOBERKMED. Дальше обращаю внимание на то, что, в отличие от SWAN AGRO, у DOBERKMED есть вот такие демпфирующие вставки, что, в принципе, снижает вибрации, которые передаются с рабочего вала и корпуса фрезы на редуктор, тем самым увеличивая его долговечность. Поставляются фрезы DOBERKMED в таких упаковках. Обратите внимание, вот, почвофрезы в зеленом цвете, каждая в отдельной упаковке, каждый комплект упакован в отдельную обрештовку, легко отправляются транспортными компаниями, не требуют дополнительных расходов на упаковку и обрешетку. SWAN AGRO поставляются в этажерках по три штуки. Если мы работаем через транспортные компании, обращаем внимание, что в решетках потребуются сейчас требования именно такие. Везде валы отцентрованы, на токарных станках отбалансированы, как на SWAN AGRO, так и на DOBERKMED. Обе почвофрезы укомплектованы карданными валами. Карданный вал на DOBERKMED, в принципе, не уступает, возможно, несколько крупнее крестовины, чем на SWAN AGRO. Плюсом несомненным SWAN AGRO является то, что у нее в комплекте есть ZIP, в который входит отвертка, несколько ключей. Но с учетом того, что эти фрезы, как правило, у нас приобретают опытные механизаторы, я не думаю, что это преимущество является фундаментальным. Качество покраски мы можем видеть на SWAN AGRO, такое желтое, и DOBERKMED, так само обращая на качество покраски и качество сварки. Толщина металла корпусов у нас абсолютно идентичная. Обращая внимание на DOBERKMED, возвращаемся, смотрим на SWAN AGRO. Вот мы имеем ту же самую картину. Обе фрезы оборудованы сапунами на редукторах боковом, шестеренчатом. На центральном редукторе у нас обязательно есть сапун. Так само сапуны стоят непосредственно и на фрезах DOBERKMED. Здесь и здесь. Защита крышки бокового редуктора на фрезе SWAN AGRO. Несколько иначе выполнена эта защита на фрезе DOBERKMED. Обратите внимание, вот так она выглядит. Так выглядит эта фреза и ее защита. В принципе, за всю историю работы с этими брендами, я не помню ни одного случая, когда эта защита кому-то серьезно понадобилась. Поскольку, если крышка эта и повреждается, она может быть повреждена, как правило, лишь изнутри. Если у нас там по какой-то причине нет масла, и вследствие этого разлетаются элементы механизма внутри. Везде инструкции на русском языке. SWAN AGRO бывают в размерах 125, 150, 175. Сейчас доступны. DOBERKMED есть в размерах 150, 190, 210, 240. На все размеры в ближайшее время мы обязательно снимем обзоры. Если будут какие-то вопросы, с удовольствием на них ответим. Вам всего доброго, удачи, отличного урожая.